В студии телеканала «Север» Ирина Никешина в эфире программа «Законодатели» программа тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно по средам в нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Сегодня у нас в гостях вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов. Максим Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. В начале года фракция «Единая Россия» в региональном парламенте подвела итоги работы за прошлый год. Максим Николаевич, познакомьтесь с краткими итогами работы фракции. Какие вопросы поднимались и какие были приняты решения? Да, это так. За прошлый год было проведено более 22 заседаний фракции. Как правило, они происходят перед комитетом, который предваряет сессию и сессионные вопросы. Но в ряде случаев мы проводим и перед сессией фракцию, и бывает, собираемся для решения каких-то срочных вопросов, не касающихся сессионной деятельности или законотворчества. Это могут быть практические вопросы или какие-то проблемы, которые возникли недавно, и нужно их срочно решить. Потому что бывает такая ситуация, что учреждения или департаменты на своем горизонтальном уровне управления не могут найти общий язык. И люди, которые получатели тех или иных услуг или жители определенных населенных пунктов, они идут по известному пути, обращаются к депутатам, мы собираем фракцию и решаем такие злободневные вопросы. Для этого мы встречаемся и с губернатором округа. Не часто, но такие встречи бывают. Мы к ним тщательно готовимся, собираем по вопросам, чтобы получить на них ответы. Встречаемся с руководителями учреждений, даже встречаемся с руководителями коммерческих компаний. Они, естественно, имеют некий государственный статус. Это была и Почта России, и компании, являющиеся недропользователями. Что такая деятельность? В региональном парламенте большое внимание уделяет рассмотрению бюджета на трехлетний период. На протяжении месяца депутаты и профпрофильных комиссиях детально обсуждают расходование окружных средств. Как это проходит? Это так. Основная работа по бюджету начинается в августе, когда департаменты подают информацию в департамент финансов. Мы включаемся в работу, и с сентября до конца декабря обсуждаем финансовую тему. Фракции очень повезло, назвать это везением сложно, потому что это была полномерная работа в том, что среди членов фракции, она у нас самая большая в собрании, это накладывает очень большую ответственность, среди членов фракции есть строители, есть предприниматели, есть люди, которые занимаются торговлей, есть летчики, есть представители муниципалитетов. То есть практически все отрасли хозяйственной деятельности субъекта нашего у нас во фракции представлены. И, конечно, все люди с огромным опытом, все люди знают округ не только со своей профессиональной точки зрения, но и как простой житель, как человек, который имеет друзей, знакомых, который перемещается по округу и знает людей, знает проблемы. И так как за каждым из наших депутатов, депутатов фракции «Единая Россия» стоят избиратели, естественно, это накладывает отпечаток на их деятельность, потому что они в первую очередь защищают интересы своих избирателей. Но сейчас мы все работаем на уровне региона, и необходимо думать о регионе. Поэтому на фракции они проходят достаточно долго, бывает, на моей памяти самая длинная фракция была, по-моему, три с лишним часа. Мы без прерыва обсуждали, опять же, финансовые вопросы. Хочется, конечно, учесть все аспекты, все пожелания всех граждан, всех департаментов. Все построить, все починить, все отремонтировать, купить технику, увеличить субсидии, увеличить социальные выплаты, вернуть те, которые были приостановлены. К сожалению, мы вынуждены исходить из реалий, а в реальности бюджет имеет определенные ограничения. Исходя из этого, мы вынуждены находить компромиссное решение. Дебаты порой бывают достаточно жаркими, но нам удается найти общий язык и снизить накал страстей, и найти компромиссное решение. Конечно, оно не всех устраивает всегда, но так как мы имеем большее количество голосов в собрании депутатов, нам нужно подходить ответственно и взвешенно. И даже когда приходится наступать на горло своей песни и соглашаться с решением фракции, чтобы единогласно уже на комитетах, на сессии выступать для притворения решения в жизни. Почему мы так поступаем? Потому что бюджет должен быть сбалансирован. Нужно учесть максимально все жизненно необходимые вещи. То есть есть определенные пожелания, которые идут сверх лимитов, которые мы должны обеспечить просто обязательно в стопроцентном порядке. И мы голосуем за бюджет, потому что мы не имеем права за него не проголосовать, чтобы он был. Потому что если мы голосуем против и бюджет не принимать в конце года, то вступает в действие так называемое 1-12 финансирование. Когда до всех учреждений, органов власти, департаментов доводится не 100% финансирование, которое заложено в бюджете, но за которое не проголосовали, а 1-12, а это зарплата служащих, коммунальные услуги, покупка ГСМ, электроэнергии и всего остального. То есть это может привести не к коллапсу, конечно, но к такой предкризисной ситуации. В том числе и для должностных лиц это может быть большой проблемой, потому что выплачивать зарплаты их прямая обязана. Основная деятельность окружных депутатов связана с законотворческой работой. Какие изменения приняты в окружные законы за прошедший год? В прошедшем году было рассмотрено более 150 законопроектов, и 17 из них были разработаны депутатами нашей фракции. Законопроекты поступают и от прокуратуры, и от администрации, и от других депутатов, и от муниципалитетов, от общественной палаты, от ЮСАВЭ. 17 только нами было разработано. Например, позитивные законы, я сейчас вспомню. Это отмена единовременной выплаты, однократной выплаты окружного материнского капитала. Сейчас он выплачивается на третьего и всех последующих детей. Также в этом же законе мы расширили сферу применения материнского капитала. Я могу ошибиться, перед глазами закона нет, но его можно использовать для оплаты лечения, санаторных, курортных, для обучения, по-моему, для приобретения транспортного средства в многодетной семье. Другой законопроект, который мы рассматривали и благополучно приняли, это совместно с администрацией улучшили жизнь наших студентов, целевиков. То есть те ребята и девушки, которые учатся на хорошо и отлично, они получают дополнительную стипендию от округа в размере 5000 рублей, хорошистые 3000 рублей. Также в этом законопроекте предусмотрена оплата им раз в два года, по-моему, проезд на каникулы и обратно к месту учебы. И отличникам, по-моему, предусмотрена компенсация в размере до 10 тысяч за поднаем жилья во время обучения. Аналогичная история была сделана для специалистов, которые обучаются на медиков. То есть изначально это было сделано для врачей, а потом мы придумали расширить рамки этого закона и на другие специальности. Также, что касается многодетных семей, нет для семей, воспитывающих детей инвалидов, мы добились отмены уплаты транспортного налога на одно транспортное средство на выбор. Кроме того, для семей, которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни, для их детей мы немного упростили историю доставки детей к месту проведения каникул в тундру и обратно. То есть до этого было достаточно сложно это сделать, потому что дети, как правило, не сильно взрослые, и им нужен сопровождающий. С этого года родственники или родители, или ближайшие родственники могут сопровождать этих детей в перелете, и средства заложены в бюджет. Также была проведена хорошая работа с недропользователями, касающаяся предоставления мест для инвалидов, рабочих мест для инвалидов. У них специфичная отрасль промышленности, и не всегда для инвалидов есть в принципе рабочие места в их оргштатной структуре. Это может быть связано с технологическими вопросами или с вопросами безопасности труда. И получается, они не выполняют квоты, а они за это несут определенные, на них накладываются определенные санкции. Мы поразмыслили и придумали законопроект, который позволяет недропользователям, у которых есть квотируемые рабочие места для инвалидов, при условии, что они не могут предоставить в своей компании это рабочее место, находить иную компанию или учреждение, договариваться с ними, чтобы они у себя организовали рабочее место для инвалидов, и уже недропользователь оплачивает этой компании создание этого рабочего места. Хороший механизм. Посмотрим, как он будет работать. Также, когда мы переходили на цифровой формат вещания весной, мы разработали закон, который предусматривает компенсацию за приобретение приставки для получения спутникового цифрового телевидения для, по-моему, 12 населенных пунктов в нашем округе, куда невозможно доставить цифровое телевидение по земле. То есть туда сигнал просто не доходит, или через тундру трудно протянуть линии. И простой способ выйти из этой ситуации — это приобрести спутниковое оборудование. Базовый набор стоит 4,5 тысячи, в него входит все, что нужно для просмотра. Человек может приобрести и дороже, но компенсация ему будет в размере 4,5 тысячи рублей. Чтобы не занимать ваше внимание, это небольшое количество законопроектов, которые были приняты в нашей фракции. Максим Николаевич, какая работа проводится с депутатами в образовательных организациях? Мы достаточно часто бываем в образовательных организациях. Работа эта ведется совместно с Общественной молодежной палатой. При собрании депутатов, несколько членов Общественной молодежной палаты как раз-таки являются сотрудниками образовательных учреждений различных нашего округа. Мы проводим парламентские уроки, так называемые. В предыдущем году провели парламентские уроки, которые касались Конституции Российской Федерации, которые касались исторических событий. Принимаем участие и помогаем в организации исторических диктантов, которые также посвящены были Дню Победы. И в этом году точно так же мы будем это проводить. Проводим профориентационные встречи, где депутаты рассказывают молодым людям даже, наверное, не столько про будущее их, а про свою работу, про свои профессиональные успехи, про то, как происходило их профессиональное становление. Рассказывают о профессиях будущего, о том, как меняется мир, куда нужно смотреть и в какой отрасли стоит развиваться и получать образование. Такие встречи тоже достаточно регулярны. Кроме того, мы принимаем участие в таком мероприятии, которое носит название «Диалог на равных», где тоже люди рассказывают, депутаты рассказывают о себе, а ребята и девушки задают им вопрос. И в различных форумах. Это могут быть волонтерские форумы, патриотические форумы, посвященные здоровью. Вот «Энергия 83» недавно проходила, принимали в нем участие. В нашей фракции вместе с региональным отделением партии при поддержке Государственной Думы и нашего губернатора был организован студенческий отряд «Заполярье». 12 ребят из разных учебных заведений нашего округа 45 дней отработали в Ямало-Кенинском округе на предприятии АО «Коксохиммонтаж». То есть они строят предприятия нефтехимической отрасли. И ребята получили возможность применить свои знания на практике, опробовать себя в работе и понять, что им дальше изучать. Ну, всем, насколько я понимаю, понравилось. Ребята были довольны, получили они зарплату очень хорошую. И в будущем мы планируем эту практику расширять. В этом году подтвердили, что мы будем это делать. И увеличим количество детей, посмотрим, может быть, удастся расширить географию работы. А вы являетесь куратором деятельности Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Какие законодательные инициативы удалось реализовать? И, может быть, какие сейчас на повестке дня? Какие активно обсуждаются? К счастью, это так, да. Я являюсь куратором Общественной молодежной палаты, и я этому рад. Приятно работать с молодежью. У них кипучая энергия, даже приходится иногда немножко притормаживать, сдерживать, чтобы не било через край. Одно из последних их достижений в том году, долго вынашиваемый проект, о котором уже неоднократно рассказывалось, это компенсация за поднаем жилья преподавателям, которые работают в средних профессиональных учебных заведениях. В нашем округе эта норма работала для дошкольных учебных заведений и школьных. А преподаватели СУЗов оказались немного в стороне. Там есть определенные критерии, согласно, по-моему, первые пять лет работы, какие-то еще критерии, сейчас не вспомню. Таких преподавателей немного, к счастью, и им будет предоставляться компенсация 15, по-моему, и 10 тысяч рублей. 15, если семья состоит из двух и более людей, и 10, если до двух человек. Они этот закон давно вынашивали, наконец-то они собрались, положили его на бумагу и представили собрание деботов. А то дальше мы обсудили с администрацией и приняли. Помимо этого, у них сейчас очередная мысль в голове, не буду пока рассказывать, они над ней плотно работают, мы сотрудничаем, они в ближайшее время будут проводить круглый стол с привлечением специалистов. Думаю, вы узнаете об этом первым, так как новость, скорее всего, пойдет через... В законопроекте, который накануне обсуждался, да? Тогда я понимаю, о чем идет речь, но раз вы не захотели... И они приходят к нам на заседание, помимо вот этой работы, мы их приглашаем на сессии, на комитеты, может быть, расширим практику, будем приглашать на рабочее совещание, чтобы они смотрели, как работает система. Потому что не всегда людям со стороны понятно, что нужно сделать для того, чтобы та или иная мысль, та или иная идея, законопроект прошел. Но, видя, как мы обсуждаем законы, они понимают, как это работает, и им уже становится проще. Надеюсь, кто-то из них в будущем пойдет по этой стезе. Помимо законотворческой работы, они занимаются очень много общественной деятельностью. Благодаря тому, что они молодые, у них много сил, энергии, свободного времени также у них немного, потому что они все работают в совершенно разных учреждениях округа, но, тем не менее, они находят силы, время в выходные встречаться с молодыми людьми из учебных заведений, из других структур. Например, в том году мы провели акцию «Книгообмен», моя любимая книга. В ней участвовали депутаты, собрание депутатов и наша молодежь. То есть мы собрались в библиотеке, и каждый рассказал о своей любимой книге или книге той, которую он сейчас читает, почему, для чего, рекомендует или нет другим людям эту книгу. Также эти ребята в юбилейный год для собрания депутатов НАУ, ему исполнилось 25 лет, провели художественный конкурс. Это был конкурс рисунков и конкурс фотографических работ. Участвовали жители Наринмара, искатели других муниципалитетов. И действительно были хорошие работы. Была сделана выставка сначала в КДЦ «Арктика». Там были и рисунки, все красиво, в рамках, с названием конкурса и фотографии. И после этого, перед Новым годом, провели первый в Наринмаре официальный боготворительный аукцион. То есть все было сделано серьезно, ребята подошли к этому очень внимательно. звучала классическая музыка, фрукты, безалкогольные напитки, презентация всех работ. Да, людей собралось немного, но тем не менее результатов. В итоге собрали около 100 тысяч рублей. То есть были проданы работы вот этих детей, которые рисовали и делали фотографии. Собрали более 100 тысяч рублей и, как я понимаю, их передали Варе, которая сейчас проходит лечение в Израиле, девочек. Кроме того, общественная молодежная палата проводит мастер-классы с ребятами. Учили их пить пиццу, лепить из глины. Потом, благодаря нашему МЧС, спасибо большое ПСС, отвели мальчиков и девочек к ним на станцию. Они минут 40-45, наверное, достаточно много времени, потому что люди занятые. Показали им технику, показали, как работают. Они позанимались... У них такой есть Ваня, на котором они отрабатывают приемы спасения, оказание первой медицинской помощи. Ну, хочу сказать спасибо всем, кто оказывал помощь в организации этих мероприятий, в том числе, кстати, и депутат, собрание депутатов. Они оказывали благотворительную помощь для организации этих мероприятий, потому что все-таки каких-то денег это требует. И мои коллеги шли навстречу где-то деньгами, где-то просто каким-то ресурсом, транспортом или еще какими-то вещами помогали все это организовать. Еще раз всем спасибо большое. Ну, желаю нашей Общественной Молодежной Палате успехов. У них неплохое будущее, я надеюсь. Максим Николаевич, как попасть на прием к депутату? Куда обратиться, с какими вопросами? Ну, в этом ничего сложного нет, никакого секрета. Самый простой способ это прийти в приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев, который находится в КДЦ «Арктика». Мы там по средам с 2 до 5, каждую среду проводим прием граждан. Также можно записаться по телефону 2-16-90, позвонить в приемную. И можно прийти без записи, можно по записи. Ну, что сказать об этих приемах. За прошлый год было проведено около 49 приемов, рассмотрено более 100 вопросов. 43 вопроса удалось решить положительно, достаточно быстро. Оставшиеся вопросы уносили консультативный характер, то есть консультации были даны либо сразу на приеме, если депутат мог эту информацию предоставить, либо после, в письменном виде, после встречи со специалистами различных департаментов. В основном это были, ну, все вопросы достаточно стандартные. Это ветхо, аварийное жилье, это коммунальные услуги, это транспортные услуги, наша транспортная зависимость от авиации и зимних видов транспорта, и морских. Это развитие нашей дорожной сети, регулирование, движение дорожной сети, такой злободневный вопрос, который пока не удается нам как-то отрегулировать это и светофоры, и наличие заборов. Это устройство детей в детские сады, медицина, вопросы питания. То есть, ну, география вопросов не ограничена. То есть, порой приходишь на прием, как вот было недавно, настраиваешься на ту тематику вопросов, а приходится совершенно с другим. Ну, стараемся привлекать на такие встречи специалистов из профильных департаментов. Поэтому, дорогие друзья, граждане, для того, чтобы сразу получить, ну, быстрее получить вопрос, наверное, стоит записаться и примерно озвучить направление, сферу этого вопроса, чтобы мы могли подготовиться. Ну да, или пригласить специалиста, который будет компетентен, да, сразу ответить. Максим Николаевич, спасибо вам за интересную беседу, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Мы будем рады вас видеть снова. Спасибо, Ирина, что приглашаете. В свою очередь, точно так же буду рад к вам снова прийти. Вы смотрели программу «Законодатели». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова